Итак, Алла Владимировна позвонила мне, мой главный январь, и сказала «Будьте любезны, помимо того, что вы сделали пять поэтесс серебряного века, осветили, сдали в печать, то у нас появился еще один. Кто это? Игорь Северянник? Да это же поэзо, это же дайко-футуризм, боже мой!» Ну надо, как надо, юбилей, 130 лет, конечно, боже мой, боже мой, да. Все, Алла Владимировна, хорошо, все будет сделано. Я на себя расходил. Ребята, сколько работаю, никогда о нем ничего не видела. Так, если только Терентьеву могу, ну-ка, дай-ка мне эту кнопочку. Так, ну-ка что, тут он насобирал. Кто ж такой Игорь Северянник? Кроме ананасов, ничего не знаю. Да, поэты-писатели об Игоре Северяне. Федор Сологуб. «Все мы сияющие выгорем, но станет новая звезда и засияет навсегда. Все мы сияющие выгорем, пред возникающим пред Игорем, за рукоплещут города». А этот поэт Сологуб-то очень известный человек. О, Александр Блок. Так, что же мы? Мы в Сирии немного говорили об Игоре Северянине. «Я вчера читал маме и тете его книгу, отказываюсь от многих своих слов. Я переменьшал его, хотя он нравился мне временами очень. Это настоящий свежий талант. Храни его Богу». Интересно. Так, биография. Ну-ка. «Игорь Северянин родился в Петербурге 4 мая 1987 года. Ну, одно поколение своими поэтессами. В семье капитана железнодорожного полка Василия Лотарева. По линии матери Натальи Степановны Игорь Северянин находился в кровном родстве с поэтом Афанасием Фетом». Это серьезно. Первой публикацией в издании Игорь Лотарев подписывал псевдонимом «Граф», «Евграф», «Деоксанграф». В 2011 году вместе с издателем газеты «Петербургский глашатый» Иваном Игнатьевым он основал митературное направление на эгофутуризм. Эгофутуризм в переводе «Я в будущее». Игорь Северянин покинул группу эгофутуристов через год, пояснив, что задачу «Я в будущем выполнил, я желаю быть одиноким, считаю себя только поэтом, и этому я солнечно рад». Георгий Иванов «Я долго ждал послания от вас, но нет его я доской изранен. Зачем вы смолкли, Игорь Северянин, там в городе, где гад и звонкий раз? Уж нет ни роз, ни лампыши, ни лилий, я здесь грущу, и вы меня забыли. «Пишите же, я жду от вас письма». Георгий Иванов, у него свой баллон, значит, он пригласил к себе северянина, тот отказал ему. Любопытно. Откуда же у него псевдоним-то такой северянин? С отцом он путешествовал по северу, и после этой поездки взял себе псевдоним в Северянин. Славе поэта во многом способствовал его исполнительский дар. Игорь Северянин – один из основоположников авторских читок перед многотысячным слушателем. Он обладал баритональным басом. До Игоря Северянина таких массовых чтений не было. У поэта была великолепная музыкальная память. Посетители своих поэзоконцертов северянин восхищал музыкальностью своих стихонов. Алексей Максимович Горький шлет с каплей настойчивую просьбу, весьма заинтересованным футуристами, в частности Игорем Северянином, Коэла Сологу, именуя гениальнейшим поэтом современности. Имя Северянина, по словам Бунина, знали не только все гимназисты, студентки, курсистки, офицеры, но даже приказчики, фельдшерицы, юнкера. Его книги имели небывалый для стихов тираж. Интерес к Игорю Северянину стал знаком времени. Чуковский писал Боткину в 13-м году. У нас много общего. Живем на берегу Финского залива. И оба упеваемся по рейзии Игоря Северянина, поэты Блова, Ивана Гуткина. В новогоднюю ночь в 1911 году в Петербурге было открыто литературно-художественное кабаре «Бродячая собака». Его организовал директор, легендарнейшая личность, Борис Продин, театральный деятель, ученик Станиславского. Неуемная была энергия, рассказывал такой случай, пошел по Невскому и всех приглашал к себе до вечера бесплатно. А когда народ подходил к кабаре, оказывается, что вход платный. И люди платили. Ну не уходи же, а вход. Да, в это кабаре стремились попасть все. Музыканты, художники, поэты. Были организованы официальные вечера поэтам. И, конечно же, среди них был Игорь Северянин. Каждый посетитель кабаре обязан был оставить автограф в толстой книге с свиной, так она называлась, «Свиная книга собаки». Выпускались в программке вечеров. А финансовую сторону обеспечивали поклонники и поклонницы, так называемые фармацевты. Ну вот слово такое. Итак, Петербург. 1913 год. Каваре «Бродячая собака». Каваре «Бродячая собака». Каваре «Бродячая собака». Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Неизменимый в час измены, Неизменяемый мамон лесков Вы независимыми лепестками, Индейской перистою головой Возникли вечерами. Добрый вечер. 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 Игорь Симьянн! Здесь читаешь мои стихи. А ещё? Игорь Симьянн! В моей душе восходит солнце, Гоня невзгодную зиму, В экстазии дологланца молюсь, Таланту своему не получаю. Легко и просто вступаю в жизнь, Как в листный сад я улыбаюсь, Как подросток приемлю всё, Всему я рад, а для меня, Для беззагонца Один действителен закон. В моей душе восходит солнце, И я лучица попречок. Гориссон, восхитим! Может быть, попросим Игоря Васильевича? Игорь Васильевич, почитайте что-нибудь из вашего нового. Извольте, из последнего шампанское в Лирию. Даже сам Лев Николаевич Толстой Соизволил обратить внимание. Всероссийская пресса подняла Игорь Васильевич, Прочтите ваши ананасы шампанское. Ананасы шампанском, Удивительно вкусно, искристо, остров, Весь я в чём-то норвежском, Весь я в чём-то испанском, Вдохновляюсь порывно И берусь за перо. Строю кутаю планов, Бедные автомобили, Ветро, просвесть, Экспрессов, Крылолёк, Буэрро, Кто-то здесь зацело, Там кого-то побили, Ананасы в шампанском, Это пульс вечера. В группе девушек нервных В остром обществе дамства Я трагедию жизни Претворю в грязь о варс, Ананасы в шампанском, Ананасы в шампанском, Из Москвы на Гасаки, Из Нью-Йорка на Марс. Эй, шампанс! Ах, хампанс! Ах, хампанс! Ах, хампанс! Субтитры подогнал «Симон» Ой, мой единственный шоперный трубодон, Люблю этот твой таинственный лирический ажур, Какая тающая нежность, какая млеющая боль, Что за чекамная небрежность, что за воздушная фиоль, Такой же бой жена, фиоль же струи свой ароматный свет, Такой поэт, каких нет больше, тут тончий, чем долгий свет. Женщины в жизни и творчестве Игоря Северянина Занимали особое место. Так называемый донжанский список поэта невелик. Видите, как его обожают женщины и невелик. Вот посмотрите, еще одно стихотворение из этого Нового сборника. Фея Света называется. Я жду тебя в замке, В седом и старинном, Котором ускоришь из сот, В стоящем холмистом краю И долинном В преддверии альпийских высот. Пока я жду в нем, Я замком владею, Кому и владеть, как не мне. Я жду тебя в замке, Как добрую фею Из восени горной, Извне. Ты пишешь, Несу тебе солнце, Ты пишешь, Тебе возрожденью несу. И тем, что ты пишешь, Мне в сердце колышешь От раду В славянском лесу. Ты слышишь ли сердце растущие стуки, Скорь ночью, Восторг по утрам, Ты видишь ли в муке Простертые руки Садрину К Базанским горам. Я гибну, Я слабну, Я гасну без света, Почти ничего уже нет. Я жду тебя в замке, Мне давным на лето, Как фею, Несущую свет. Сегодня не приду, Когда приду, Не знаю. Я радуюсь весне, Сирене, Солнцу маю, Я радуюсь тому, Что вновь растет трава, Подайте мою мотор, Шопер, На острова. Пускай меня к тебе Причет неудержимо, Хочу забыть, Что я тобой любима, Чтоб чувствовать острей Весенний этот день, Чтоб слаще сковать. В сирене, Шопер, В сирене, Я так тебя люблю, Что быть с тобой вместе Порой не тяжело, Да мне, Своей невесте, Так много счастья дал, С собой меня впитав, Что отдыхать тебя Среди цветов и дров Пощады мне болют, Я требую пощады, Я видеть не могу тебя, И мне не надо, Нельзя ли пломать шофер, А на звезду, Чтоб только как-нибудь Сегодня не приду. Роскошь! Евгения Куцан, Знаменитая Злата, Ей посвящены сборники Злата Лира, Ананасы в шампанском, Поэзан тракт, Наиболее знаменитый Ее монолог. Не может быть, Вы лжете мне мечты, Ты не сумел забыть меня в разлуке, Я вспомнила, Когда при ней муки ты письма сжечь, Хотел мои сжечь ты. Я знаю, Жгут бесцельные дары, Жжут молнии надменные вершины, Поэты с петлом бурные костры, И фабриканту брагу для машины, И гении сжигают мощь свою, На алкоголе символе бессилья, Но письма сжечь, Где я тебе пою свою любовь, Где распускаю крылья, Их сжечь нельзя, Как вечной красоты, Их сжечь нельзя, Как солнечного неба, Их сжеть нельзя, Не может быть, Вы лжете мне мечты, Бернифик Великое! Ура! Королевочке Северянке, Анне Воробьевой Он посвятил стихотворение Кинзель, Любовь, то жизнь, как жизнь, любовь. Таким поэт северянин видел смысл жизни. Женщины всегда отвечали ему взаимностью, а глубокое понимание женской души сделало его кумиром женщин. В шумном платье Муарова, в шумном платье Муарова, по аллее луниной вы проходите море. Ваше платье изысканно, ваше тайво мазорево, а дорожка песочная от листва разузорена, точно лапы паучные, точно мех ягуарный. Для уточенной женщины ночь всегда была брачная, упоение любовное вам судьбой предназначено. В шумном платье Муаровом, в шумном платье Муаровом, вы такая бесстыдная, вы такая изящная. Но кого же в любовники и найдется ли пара вам ножки? Ледом закутайте дорогим ягуаровым и садясь комфортабельно в лондолете Бензиновым. Жизнь доверьте вы, мальчику, покеттоши резиновым и закройте глаза вашим платьем жасминовым, шумным платьем Муаровым. Королева стала лирической героиней поэмы-менюэта «Это было новое». А вот Наташа, Наталья Поплавская, пишет Игорю Единскому, пойми, как поймешь. На моем зеленом платье Горели красные муки, От парящей жажды объятий Были губы бесстыдно яркие. В сердце пленье Раскаленными муклями Бесследные ревности гаммы, И насмешливо настроенная публика Назвала меня «Зеленой дамой». Помню я обнаженной печи холодильный От взгляда слепого, Ник печальный, трагической встречи Столько сказано молча, без слова. Мы простились банально и просто, Как прощаются в килограмме Этой встречи, как грустно-озданой. Не забудь зеленой дамой. В мое окно глядит луна, Трьмо блистает элегантное. Огно застыло бриллиантное ям, А не мелого окна. Луна глядит в мое окно, Как некий глаз тут у стороннего. С мечтой о нем молю, не тронь его луна, Люблю его уже давно. В мое окно луна глядит, То угрожающе, то вкрачуло. Молюсь за чистого, За падшего порог с отчаянием в груди. Луна глядит в окно мое, Как транс, спешедшая, оброчится. Ах, почему же мне так хочется Переселиться на нее? Елене Новиковой, Мадлене, Поэт был благодарен за привесенный Ею всероссийскую славу. Ей посвящается Знаменитое стихотворение «Почаравай». Быть может, оттого, что ты не молода, Но как-то трогательно, больно, моложала. Быть может, оттого я так хочу Всегда с тобою вместе быть, Когда, смеясь лукаво, Раскроешь широко Влекущие глаза, И бледное лицо Подставишь под лапзандом. Я чувствую, что ты, Вся небо, вся гроза, Вся молодость, вся страсть И чувство без названия Швать сердце мне пленительной тоской И потерять тебя, Боясь, но я безмерна. И ты меня понят в тревоге, Головой прекрасную своей, Вдруг уникаешь нервно, И вот другая ты, Вся осень, Вся покой, Ля бодель, Красота. Ну что ж, Ну что ж, дорогие дамы, Я прошу прощения, Но я вынуждена вас покинуть. Дела я с вами. Ну что ж. Ну что ж. Ну что ж. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Непонятная, необъяснимая для многих мужчин Женская душа была открытой книгой для сибирянина Я прочла у него стихотворение Которое заставило меня запрямиться «Встречаются, чтоб разлучаться Влюбляются, чтоб разлюбить И хочется расхохотаться и разрытаться и не жить» Клянуться, чтоб нарушить клятву Мечтаю, чтоб клянуть мечты Ну а скоро тому, кому понятны все наслаждения чепны В деревне хочется столиться В столице хочется души И всюду человечие лица без человеческой души Как часто красота уродна И есть в уродстве красота Как часто низость благородна И лгут невинные уста Так как же не расхохотаться и не разрыдаться Как же жить, когда возможно расставаться Когда возможно разлюбиться 14-й год Началась Первая мировая война Вечер поэтов Петроградского парнаса В артистическом кабаре «Бродячая собака» Программа вечера Съезд к десяти часам Со всех исполнителей Отчисления в пользу лазарета Выступают Ахматовы, Северянин, Теффи, Мандельштам, Иванов По воспоминаниям современников Подвальную публику интересовал только Игорь Северянин Его вызывали, но он прошел в буфет выпить лимона Потом читал что-то о войне Очень красивая по берегу Синяя птица С глазами принцессы Мален Надев зеленую розовую петлицу Прочем? А вот эти стихи очень свои были Для нашего общества Я призывающий к содружею и к радостям тебя земля Я жажду русскому оружию побед За тем, что русский я Это вызвало волю аплодисментов А вот Зинаида Киепиус пишет Мережковскому Сарказмом, конечно, Северянин, наверное, недолюбливал Но он тоже отвечал ей тем же Вот она что пишет Игорь Северянин шатается по Невскому Его взяли и побили за Балию Заперли в казарме В армии с ним случился такой казус На стрельбах Игорь Северянин отключился И штабс-капитан перед строем Похвалил его Молодец! Лотарев прямо от яблочка На что Игорь Васильевич Скромно ответил Мерси Капитан онемел такой на области И отправил солдата на голову в вахту А прозвище Мерси Прилепилось ему на то время Пока он был в армии Но поклонницы и поклонники Бросились во все канцелярии Освобождать Хотя бы и сказал Успим! Гулять по Невскому Еще не значит быть изменником А что, когда все другие дрогнут Тогда, о, ваш нежный Ваш единственный Я победу вас на Берлин! Поэт не жаловал критиков В их адрес он писал Убийственные педагоги Вы посмотрите-ка, вы поглядите-ка Какая подлая в России критика Вдыхать ли запах лавыша К лапу? Поэт идет, избрав себе траву Улыбкой отвечаем на гонение Пусть критика танцует Кик-капу Не в этом ли ее предназначение Дыхать ли запах лавыша К лапу? Рестголовин Эпиграммы на ананас в шампанском Войною отняты нам разные припасы Так не дают вина и редкие ананасы О, северянин, как ты мил Ты своевременно снабдил Назло стесненья Думским и германским Нас ананасами с шампанским Ну, Рестик, ну, головист Ну, держись А вот Саша Черный Весь напомаженный, пустой поэзофат Бесстыдно рявкнул легких не жалея Поэт, когда мы слетим, как Сократ Не я достиг в искусстве апугея Достиг, увы, никто из писарей не сочинил Подобного изыска Поверьте мне, галантный бродобрей Теперь им не виноватого обелиска И он оказался в нем Приказчик или парикмахер? Еще вернее, мельтходотель Так в критеническом размахе Рычала критика доселе За что? За толканье гурмальство За страсть к утонченным духам За строк нарядное убранство И зависть к моим стихам Но кто ж они, все эти судьи Холопы или мудрецы Искусством бились ли их груди Пускали их в себя творцы И знают ли они, что значит Вилон, крэм, ду, бюллет? Постигнут ли, как обозначить Своим рефрэмом, триолет? Поймут ли, что Гильеводропа Острее Григория Григо? То, что кроме Туны Есть Европа И кроме Русской Есть Данго В 17-м году Игорь Северянин Привез свою мать Лечить в Эстонию Столь у него была своя дача Грян он реводился Он мучился, что делать Возвращаться, оставаться Его окружали эмигранты Которые обещали ему Создать условия для творчества Печатали его стихи Устраивали концерты И он решил остаться А в 18-м году В газете прочел объявление Поэту Учредительный трибунал Созывает всех вас Состязаться на звание Короля поэзии Звание короля поэзии Будет присуждено Публикой Всеобщим Прямым Равным И тайным голосованием 27 февраля Короля 1918 Северяне было тесно Как в трамвае Маяковский читал Отрывок из паима Облако в штанах Едва имея возможность Махнуть руками Он швырял слова До верхних рядов Торопясь уложился В отпущенный срок Северяне приехал К концу программы Здесь он был В своем обычном Семкуке Стоял в артистической Негнущейся И отдельной Все северяне Северяне Весенний день Горяч И солод Весь город солнцем Ослеплен я Снова я Я снова Молод Я снова Весеный Влюблен Душа Поет И рвется В поле Я всех чужих Зову на ты Какой простор Какая воля Какие песни И цветы Скорей бы В речке Волгавом Скорей бы В юный лга Видеть лицо В мягом Вахло Как друга Обнимать Врага Шумите Лешние Дуправы Прости Дрова Свети Северяне Северяне Не налево Ему Направо Всеобщим Прямым И тайным Голосованием Это звание Было Присуждено Первое место Игорем Северянину Второе Владимиром Баяковскому Третье Бальду Журнал Рампы Жизнь Заобщал Публика Аплодировала Свистала Ругала Стучала Ногами Нала Артистов Читавших Стихи Гумина Глуп Северянин Выступил С тремя Стихотворениями Весенний день Это было Море Встречаются Чтоб Разлучаться Читал Кристально Солнечно Проточник Через неделю После избрания Вышел Альманах Поезо Концент Открывавшийся Фотографией С надписью Король Паратов Игорь Северянин Открывавшийся Плащ Мой Приполиток Перетворка Серебря Я избран Королем Поэтов На зависть Мелкой Мошкаре Меня Не любят Корифеи Им неудобен Мой Талант Им Измилили Софеи Больше Не плетут Гирлянд Лишь Мне Восток И поклонение И славы Прямы Фимиам Моим Любовь И Беснопение Недосягаемых 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 Стихов Я Так Велик Я так Уверен В себе Настолько Убежден Что Всех Прощу И каждой Верия Дам Пленительный Поклон В душе Порывистых Приветов Неисчислимое Число Я Избран Королем Поэром Да Будет Отданным Светло 9 марта Этого же года В том же Политехническом музее Состоялся Боя Залечия Короля Поэтов Игоря Северянина Он Был Последним Из 23 Проведенных Им В Москве С 15 По 18 Года Но Титул Короля Поэтов Был Не только Заслужен Им Он И позднее Оставался Королем С ним Считались Как С королем Им Восхищались Как Королем Его Неспровергали Как Короля Этот вечер Оказался Рубежным Для Игоря Васильевича Его Возвращение В Хвойную Обитель Хвойная Обитель Называл Свою Дачу Совпало С Брест-Литовским Переделом Границ И Это Обернулось Для Северянина Двадцатилетней Демидрацией Ощущение Одиночества Среди Им Игрантов Возрастало В ту пору Северянин Часто Выезжал В Европу Зарабатывая Чтением Своих Стихов Изданий Нигде И как В основном Это был Берлин Там Было Впущено Наибольшее Количество Сборников Стихов И вот Он Опять В Берлине Русская Поэтесса Эмигрантка Ирина Адоевцева На страницах Своей Книги На берегах Сем Очень Подробно Описала Встречу С Игорем Северянин Это может быть Никого Начну Здравствуйте Здравствуйте Вы не выгоните меня В прошлый раз Я пришел к вам Пьяный Я выезжаю Но я не могу Уехать Если вы Не примите меня Поймите Как для меня Это важно Доживлющее Для того Чтобы женщина Отказалась Меня Принять Раз пришли Проходитесь Садитесь Правда Не выгоните Садитесь Мне очень нужно было С вами поговорить Поймите Я Я несчастен Я Страшно Несчастен Но то Что со мной Которому Женщины Поклонялись Как Богу Могло бы Произойти Такое Меня бы Просто Доханало Я же Ни в чем Не виновата Правда Ни в чем Я просто Боюсь Пьяных Я боялась Скандала Да Вы не могли Поступить иначе Не могли Игорь Васильевич Я ведь Никогда не была На ваших Вечерах Но знаю Вы имели Необыкновенный Небывалый Успех Да Небывалый Громотебяющий Успех Уличное движение Останавливали Когда я Наступал В зале Под Тульской Калачей А в Керчи А в Симферополе На Волге Ложавея Встригали И поклонники На себе Элис Не меня Триумфатора Ну страшно Вспомнить Какое Великолепие Купчихи Блоросали К моим ногам Бриллиантовое Желете Семь Броши Сказка Из тысячи Одны ночи Даже еще Лучше Сологу Посил меня По всей России Всюду Печный праздник Цветы И слава Влюбленной Женщине И деньги Если бы я Тогда копил Деньги Я бы Сейчас Думаю Богатым Человеком Но я же Все деньги Безрассудно Отдавал Другим А себе Брал только Славу Ну и она Оказалась Как все В моей жизни Чертовыми Черепками Все Манула Все Как опал Все Подумайте Страшно Я Живу На хлебниках У простого Эстонца Мыжника Оттого Чтобы Женился На его Вточек Я для него Незнаменитый Поэт Парень Марининцы Офицера За это Он меня Кормит Ему Лесно А я Ловлю Рыбу Читаю Свои стихи Личным камышам Водяным Лилиям Потому что Больше некому Кругому Глуш Могичьё Иногда Ночью я Бегу Плываю На свете Блюки Звёзды Отражаются В воде Потому что Так тихо Так ритмично Шуршат Как Акомпанемент Моим Стиха Я читаю Слушаю Свой Голос И Плачу И Начинает Казаться Что это Не я Читаю Только Слушаю То Что Поют Мне Коры Стройные Светил Лишь Тогда Немного Затекает Шуршат Простите Я как Лягушка Бескрытно Расхватался Но если бы Знали Как я Измолчался Как Мне необходимо Говорить Говорить Без конца Вам Правда Не надоело Мне слушать Папу Не надоело Говорите Говорите Что Хотите Мне Всё Интересно Ну Если Вы согласны То Меняйте На себя Я Приехал Сюда В надежде Переиздать Свои Книги Да Куда Там И слушать Не хотят И всякую Без Тай И шваль И чат Объясняют Мне никому Больше Не интересно Пальмонах Окно Меня Не пусти Мой вечер Устроен Детон Удалось Союз писателя Отказал На отрезке На улице Делают вид Что Не узнают Меня Толстой В ресторане Медведь Хлопнул Меня По плечу И заорал Передразивая Спасибо Вам Северяне Ваш нежный Ваш единственный Я поведу вас На Берлик Спасибо Что не обманули Привели Нас Как обещали В Берлик Спасибо Вам Наш нежный Наш Единственный Это случилось Тот самый день Когда я Пришел К вам Я Напился Скорее Скорее Геруш Ну Вам Этого Конечно Не понятно Игорь Васильевич Ведь Я Никогда Не слышал Как Вы читаете Да Пожалуйста Если Не торопите Прочтите Что Что Вам Что Что Вам Прочтите Это Было Ум Море Это Было Ум Море Где Жу Мое Бело Где Встречали Редко Городской Экипаж Королева Играла В башне Замка Шопена И Унимая Шопен Полюбив Ее Баш Замка Сдохи Сдохи Мус И Звон И Лир И Отголоски Ангельского Пенья В них Настоящая Поэзия Граф Соломов Расслаблявший Его Большого Белорусского Поэта Я Все Больше Попадаю В влияние Его Необычайного Чтения Илья Гипнотического Действующего И на меня Я Закрываю Глаза И Я Отону И Я Иду На Дно Этого Искра Дунного Громот И Пящего Во Дворот Поэзии У Только Водной Звонка Это Было У Норе Где Волна Бирюзова Где Ашурная Пена И Соната Пожар Мадам Уже Семь часов Вам Парад Простите Я Задержал У вас Уже Семь часов Да Твоя Несемная Должна Была У Друзей Но Я Не Живела Нет Нет Это Я Должен Благодарить Вас За то Что Приняли И Вы Слушали Меня Вы Оказали Этим Неоценимую Услугу Я Никогда Не забуду И Грозить Поскорее Возвращайтесь Грюлин Навряд ли Когда-нибудь Еще Выберусь Из своих Грюлин Наверное Так И Уновь Это Была Моя Последняя Выхо Выхо Из нее Как печально Она Завершилась Вы Самая Света Немного Прошло Двадцать лет Наши Наши Бывшие На квартире После Уплоднения Подальше От Чужих Ушей Так Как Поэзия Игоря Северянина Была Запрещена Ведь Это Был Тридцать Шестой Кот Тридцать Это Невыносимо Слышать Ну и Где же Олимин Успокойся Она Отчет Пунктуально Обещала Прийти Восемнадцать Воль Ноль А он Скоро Скоро Придет Подождите Здравствуйте Товарищи Давайте отдышаться Вчера Заказили Получила посылку Не смотришь О Живой Давайте Наконец О Очень И Витурнэш Сбуд Новые Сборники Сбуд Новые Сборники Соловей Газеты Газеты Из Палиша Газеты Газеты Вот Прочитай Пожалуйста Что здесь Пишет Полина Святая О Нашем Короле Я Плакала Единственная Радость Не считая Алиных Рисований Удач И моих Стихотворений Вечер Памяти Игоря Сибирянина На Эстре Достояло Двадцатилетие Стар До Обмирания Сердца Морщин Как у трехсотлетнего Но Занесет голову Соловей Ни у кого Может быть Так не било Сердце Как у меня Ибо Все Другие Слушали Свою Молодость Свои Двадцать Лет Кроме Двадцат Большой-большой, как их и не было, Пожалуй, стих пор, как собранный весь шаг земной, Такой смешной и обветшалый, и не прошепчет. Мы не во сне, тебя за снегом ущипну я, И загляну, молясь в весне, И землю русскую целу я. Без письма о Сурфея Гаруза, о Зинаиде Гиппиус. Я индивидуалист, и для меня тем отчаяннее все это, Затем я никогда не примирюсь с отрицанием религии, С ее преследованиями и гонениями. Разрушение храма Христа Спасителя производит на меня Отвратительное впечатление. Я все время жду чудо, которое потрясло бы русский народ, Заставило бы его очнуться. От гордого чувства чуть странного Бывает-то горько подчас. Россия построена заново, не нами, Другими, без нас. Уж ладно ли уголь построена, Однако построена сушь? Сильна ты без нашего воина, Не наши ты песни поешь. И вот мы остались без Родины, И вид наш жарок и пуст, Как будто бы белой смородиной Обглотан раскидистый пуст. Ах, если бы Игорь Северянин смог вернуться, И вот племянница пишет. В Тальнине на юбилейном вечере Игорь Северянин так убедительно Исполнил свои стихи, Что присутствующие были оквачены Неподдельным восторгом. Но за кулисами он ей сказал, Ах, если бы это было в Ленинграде, Если бы это было в Ленинграде, Иранцузский поэт Жан Нуар Своему другу Игорю Северянину. Поэза юбилейная. В историческом левеле В главном городе Эстии Именуя ему Таллин Вот уж несколько лет Напечатан полотнище, Что зовется известия, О своем юбилее нам поведал поэт. Чья душа не проникнется, Чье сознание не ранено Этим сам сообщением Этой датой и статой. Кто в Российской империи Не читал Северянина? Разве только шлипы Или грубый солдат? Не считаясь расходами, Он хранил ананасами, А футуренной пеной Глазированных слов. Он форелью наскотчил И с яскими припасами, И шампанским Из лучших Рейнсковых погребов. Мне хотелось бы запросто Взять в попплет обывательский, В эту самую Эстию Хоть бы на день могнуть И сказать ему ласково, Разве тратиться стоило Поставлять ананасы Для бездарных повес И зарыться от пошлости В неизвестную тайну, Где нет лилии шампанским, А тем паче принцесс. Петры Игорь Васильевич, Петры Игорь Васильевич, Петры Игорь Васильевич, А это его почерк? Да, его. Чего-то нет. Мне хочется уйти куда-то, В глаза кому-то посмотреть, Уйти из дома без возврата, И там, там где-то умереть. Кому-то что-то, А поэте споют весною соловьи, Чего-то нет на этом свете, Что мне сказала кому-то — живи! Так, идем быстро на кухню, Я знаю, куда спрятаться! Конец тридцатых годов. Прошло двадцать лет, Просто избрание, Просто триумфального избрания короля поэта. Северянин потерял все. Он лишился читателей, слушателей. Очень нуждался месяцами, Добивался принады правительственного пособия. В тридцать седьмом году Игорь Васильевич пишет своему другу, В казине вылежил стол. Во всей Прибалтике я единственный поэт, Пишущий по-русски. Прибалтика не нуждается в поэта, Как, впрочем, и вся русская эмиграция. В тридцать первом году Я выпустил Свой новый сборник «Классические розы». В те времена, когда раили грезы В сердцах людей прозрачны и ясны, Как хороши, как свежи были Розы моей любви. И снова льются слезы нет И страны, и тех, кто жил в стране. Как хороши, как свежи ныне розы Воспоминания о минувшем дне. «Мечты о возвращении в Россию Не покидали северянина до конца жизни». Он писал, «Я мечтаю, что небо в бед Избавление даст русскому краю От того, что я русским поэм, От того я по-русски читаю». И сколько прошений Он отправил в Москву о возвращении. «Я очень скучаю по России. Часто с женой мы едем на границу, И я бросаю в реку Роз, текущую в Россию, Сплетенную мною венки цветов, Пусть плывут на родину. Ты потерял свою Россию, Поэтуша постичь стихию Сердец спиненок не смогла, Так смог и жалки, и увела Тебя судьба не без причины В края неведомой чужбины, Чтоб, ого, Господь Васильевна заслужить». Ведь вы, черный человек, поэта, В сороковом году в Эстонию пришла советская власть. Если бы вы знали, как обрадовался Игорь Васильевич этому известию, Он тут же написал стихи «Привет Союзу», Отправил в журналы в Москву свои стихи, Напечатали бы, были счастливы. А в сорок первом году ему пришло известие О возвращении, приглашении в Россию. Но было поздно. Началась война. Игорь Васильевич простудился, Разбился туберкулез. А как он мечтал, Как надеялся. До 20 декабря 1941 года Игоря Васильевича Северянина не стало. Ему было всего 54 года. Первоначально на могиле стоял простой деревянный крест. Но в начале 50-х годов Малитинрушкис поставил памятник, И на табличке была цитата из его стихов «Классические розы». Но дни идут, Уже стихают грозы, Вернуться в дом, Россия ищет троп. Как хороши, Как свежи будут розы В моей страну, Не брошенные крови. Да, Владимир Владимирович? Достоин. Еще как достоин. Я знал материал Володина. Владимир Владимирович, Спасибо, Спасибо огромное За открытие этого человека, Поэта, Гражданин. Пасхал. Гражданин. Спасибо огромное Субтитрыfin存ение Полевais양 Гражданин. Интезис你 Пасхал. Аправдайшил ты, Ни других оправданий не надо. За луженья мои и питания во имя мечты В непропускенном сне, напоённого розами сада, Прижимаясь ко мне при луне, оправдаешь ли ты? Оправдаешь ли ты за убитые женские души, Рассветавшие мне под покровом ночной темноты, А за всё, что я в жизни руками своими разрушил, Оскорбил, оскорбил и отверг. Оправдаешь ли ты, что опять сам в себе разуперясь, Протяну я тебе, может статься с отравой цветы, Что быть не может опять, через день, через год или через Десять лет станешь чужим, да и так все оправдаешь ли ты? Оправдаешь ли ты? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо. Спасибо.